Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале Счастье в нас самих, где есть ответы на практически любые вопросы. Есть инструменты для того, чтобы вы могли улучшить свою жизнь. И все это в помощь вам. Только вы можете решить, чего вы хотите, как вы хотите этого достичь. Ну и соответственно, если им нужна какая-то помощь, то, пожалуйста, на канале есть все. Ну а также приглашаю на личную консультацию тех, кто хочет решить именно вашу задачу, а не базировать ваши ответы на общих раскладах. Все-таки общие расклады, их точность зависит от вашей интуиции, от того, верите вы, не верите, ну и от вашего принятия. Когда мы рассматриваем именно вашу ситуацию, мы именно смотрим ваши вопросы и ответы на них. Сегодня, ну я делаю такой расклад каждый месяц, и давайте посмотрим, какие же счастливые сюрпризы ожидают нас в феврале. Второй, ну это уже третий месяц зимы, да, но просто у нас тут зима до апреля, еще может быть я теряю счет именно какой по счету месяц, но в принципе по календарю это третий месяц зимы. И сейчас посмотрим, какие же сюрпризы может преподнести нам февраль. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и конечно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете. Ну и первым сюрпризом это солнце. Это может быть как улучшение погоды, честно говорю, вот так я это вижу, а также улучшение во всех сферах жизни. Тут очень важно принять. Солнце это, особенно в этой колоде, оно настолько улыбчивое, настолько мягкое, настолько нежное, что обжечь вряд ли может, а вот помочь может. Улучшение отношений. Я имею ввиду, знаете, как растопить лед в отношениях может это солнце. Улучшение здоровья. Солнце может помочь убрать какие-то симптомы и привести вас к выздоровлению. Очень важно во всех сферах жизни, и это не важно, это работа, карьера, бизнес. Кстати, улучшение дел в бизнесе и продвижение на работе тоже может быть по этой карте. Но во всех сферах жизни очень важен ваш настрой. И сюрпризом может быть именно то, что изменится ваш настрой. И знаете, как говорят в Симароне, поперло. Есть такие ритуалы в Симароне, которые называются поперло. Давайте же посмотрим, что, какой еще сюрприз. Вы знаете, неожиданно будет передышка, неожиданно будете иметь какое-то время для себя любимых. Для некоторых из вас это будет желанный сюрприз, а вот для некоторых не совсем. Вижу, что некоторым все-таки одиночество мешает. Тут эта карта еще может проиграться, как неожиданное избавление от одиночества. Смотрите, иногда избавление от одиночества – это не встреча другого партнера. Иногда избавление от одиночества – это принятие в свою жизнь людей именно отношения к людям так, как мы хотим, чтобы относились к нам. И, соответственно, при всем том, что не обязательно, что появится партнер или партнерша, ведь расклады для мальчиков и для девочек, но ощущение того, что вы одиноки, уйдет. Смотрите, у меня тоже на сегодняшний день нет партнера, но я абсолютно не чувствую себя одинокой. У меня большое количество друзей нет, друзей не может быть большого количества. У меня есть друзья, у меня большое количество знакомых. Я общаюсь с большим количеством людей, и я абсолютно не чувствую себя одинокой. Я радуюсь жизни и благодарю жизнь Вселенную за все, что у меня есть. Да, сказать, что я отказалась бы от партнера в жизни – нет, но чувствовать себя одинокой из-за этого я не чувствую. Вот так. И я хочу сказать, что внимания от противоположного пола, особенно с того момента, как я действительно проработала вот это свое одиночество, у меня достаточно. А вот уже дальше, видимо, я еще не готова. Вот как-то так. Я просто вам это привожу как пример. Давайте же мы посмотрим, какие еще сюрпризы. Я хочу сказать для некоторых. Во-первых, из того, что я вижу по раскладу, идут очень сильные карты старших арканов. Вы можете впустить в свою жизнь действительно кардинальные перемены к лучшему. Опять же, ваше принятие, ваша вера, ваше доверие. Так вот, по третьей карте первое, что могу сказать, особенно для тех, кто чувствует себя одиноким, неожиданно ворвется в вашу жизнь романс. Неожиданно ворвутся, по крайней мере, романтические отношения. По солнцу эти отношения прекрасно могут перерасти в брак, если вас это интересует. Мы все разные. Каждого из нас интересует определенный вид отношений с партнером, с партнершей. Так, первое, что я могу сказать, неожиданно сюрпризом может ворваться в жизнь романс. Простите. Ну, а также по этой карте у вас будет выбор. У вас будет такой выбор между двумя партнерами, между двумя местами работы, между тем сделать, не сделать. Ехать, не ехать, это может касаться и отпуска тоже по отшельнику. По отшельнику может быть и долгожданный отпуск, может прийти неожиданно. Да, долгожданный, но неожиданно появится для него время и будете выбирать, куда же лучше поехать, где лучше провести время. И по карте влюбленные выбор должен быть сделан больше интуицией, чем анализом, аналитикой. Именно как вы себя ощущаете. Представьте себе один выбор, представьте себе другой выбор. И соответственно, то, что вам даст больше внутреннего комфорта, то и выбирайте. Вы знаете, что-то мне мало. Поехали дальше. Ух, какие же у нас будут сюрпризы. Неожиданно откроется какая-то тайна, которая вас интересовала раньше, но такое ощущение, что это было не время для того, чтобы эта тайна открылась. По луне неожиданно эта тайна откроется, и вы получите информацию, которой, может быть, вам не хватало. И вообще хочу сказать, что сюрпризы действительно будут, знаете, не просто бытовые маленькие, а довольно большие, потому что у нас пока что идут старшие арканы. Я еще один сюрприз хочу посмотреть. Вы знаете, действительно, из всего, что я здесь вижу, идет месяц больших сюрпризов, больших перемен, большого выбора и, можно сказать, очищения от очень больших и мешающих вам проблем. И все это в помощь вам и принимайте, принимайте сюрпризы. Жизнь будет меняться в феврале, это уж точно.